Был момент, когда приходилось разделить две буханки хлеба на 60-70 человек. Тот ужас, который останется в моей жизни навсегда, когда ребенок подходит и просит, дайте еще кусочек хлебушка. Мне страшно представить, что такое вообще возможно в моем городе, в моей стране в 21 веке. Мне 40 лет, я из Харькова, по образованию юрист, долгое время работал адвокатом, работал в государственной службе. Последние годы работаю в Национальном фармацевтическом университете, заместителем ректора по административно-хозяйственной деятельности. Учебный процесс проходит онлайн. По сравнению с тем, как пострадали другие университеты нашего города, нашему университету пока еще повезло. Дай бог, чтобы так и было дальше, потому что прилеты продолжаются ежедневно. Жизнь вообще разделилась на до и после. 24 февраля мы проснулись в районе 5 часов утра от выстрелов. Я живу недалеко, в 20 километрах от границы с Россией. Мы проснулись от звуков, выстрелов и в окно увидели, что вся граница просто светится. Сразу собрались и выехали в город. Я понимал, что находиться, оставаться в доме небезопасно будет. Мой дом попал в оккупацию в первый же день. Я мечтал о своем доме, всегда был городским жителем, большую часть жизни прожил в квартире, но с детства мечтал жить в частном доме. Мечта моя осуществилась, но продлилась не очень долго. Сейчас дом очень на данный момент пострадал сильно. Практически сейчас находится не в жилом состоянии. Без окон, крыша побита очень сильно. Все разворовано. Нет гарантии того, что вообще выстоит, потому что вокруг разрушено практически все. В городе было очень неспокойно. Рядом с бомбоубежищем ракета прилетела, не разорвалась. Очень много ДРГ было в городе. Мы неделю пробыли в Харькове. Мы были в бомбоубежище одного из заводов, не буду называть. Большое спасибо, конечно же, руководству этого завода. Директор за неделю, дней за 10 до начала войны подготовил подвальные помещения. Это старый завод конца 19 века постройки с огромными широченными стенами. Директор подготовил подвальные помещения, которые, в принципе, были предназначены как бомбоубежище. Оборудовали там лавками, позбивали, поставили печки, буржуйки. И вот мы там находились, готовили еду на буржуйках. Продуктов сначала, ну, с продуктами было, каждый принес. Вообще было ощущение такое, что вот сейчас побудем тут пару часов, и все нормально, уедем. Сознание не могло воспринять, что война. Я о войне слышал только от своей бабушки. Естественно, читал, видел фильмы, документы какие-то изучал. Вживую никогда я не мог представить, что вообще в нашей стране может такое быть. Первое время все пришли с пакетиками, еда какая-то была. Потом ее стало меньше, потом что-то завод давал, какую-то пищу. Был момент, когда приходилось разделить две буханки хлеба на 60-70 человек. Тот ужас, который останется в моей жизни навсегда, когда ребенок подходит и просит, дайте еще кусочек хлебушка. Ну, мне страшно представить, что такое вообще возможно в моем городе, в моей стране в 21 веке. Ну, не готовы были, конечно же. Потом люди начали приносить еду. Директор завода организовал тоже подвоз еды. Потом даже открыли столовую, сотрудники столовой хлеб выпекали под бомбежками. Я не планировал выезжать, я не прошел медкомиссию, меня сняли с воинского учета. Зрение, у меня проблемы со зрением. С 24 февраля у меня зрение вообще очень сильно ухудшилось. У меня атрофей зрительного нерва, поэтому, ну, естественно, на нервной почве хуже, хуже. Я приехал в военкомат, меня отправили на медкомиссию, ну, и сняли с воинского учета. Ну, как бы это дало мне право выехать официально с территории Украины. Старший сын воюет на войне. Он остался в Харькове. Я из-за него не хотел в первую очередь выезжать. Ну, он попросил, чтобы никого не оставалось в городе. Ну, его это очень сильно отвлекает, его сознание, он переживает. И он попросил, чтобы все выехали, потому что, ну, так ему будет проще. Снимаем квартиру. Живем в квартире. С видом на море, которое не радует. Я два месяца занимался волонтерством. Практически без выходных. Да все делали. И сбор гуманитарки, и выдача гуманитарной помощи, и оформление документов. Ну, большую часть времени на документах сидел. Оформляли паспорта гражданам Украины. Просроченные паспорта, вклеивание фотографий. У детей не было паспортов. Вклеивали фотографии в паспорта родителей. На данный момент оформили здесь общественную организацию. То есть я продолжаю заниматься волонтерством. И занимаюсь, ну, надо деньги зарабатывать, работаю на стройке. В Харькове очень тяжело. Каждый день прилеты по гражданской инфраструктуре. Разрушено очень много домов жилых. Очень много. Самый огромный район города Харьков, в котором проживало 400 тысяч людей, практически уничтожен. Ну, это был европейский город. Вообще, очень страшно даже представить, что сейчас там. Я когда где-то в интернете вижу фотографии Харькова, то, что сейчас происходит, я не могу смотреть. Я просто перелистываю. Да все ужасно. Я не могу сказать конкретно. Это и Буча, и Ирпения, и Харьков, Мариуполь. Там вообще страх, что происходило в Мариуполе. Все ужасно. Я не могу выделить что-то. Это просто трагедия украинского народа. Я глубоко убежден в то, что Украина победит. Дальше Украину ждет какое-то время достаточно сложное. Мы прекрасно понимаем, что уничтожено очень много всего в Украине. Ну, мы справимся, все отстроим, и дальше будет рассвет. Ничего хорошего. Режим российский уничтожает не только Украину, но и уничтожает и Россию. Я не видел ни одного. Я всю жизнь живу в Украине. Мне не встречались. Ни в одной точке Украины. Ни на востоке, ни на западе, ни на севере, ни на юге, ни в центре Украины. У нас вообще никогда не было вопросов. Все вопросы, связанные с языками, с признанием русского языка как второго государства, но это все были просто политические игры. Мы знаем, кто это устраивал. Ну, никогда не было вопросов в Украине с языком. Я с Харькова приезжал на западную Украину. Я говорил на украинском языке. Со мной говорят на украинском. Я перехожу на русский. Переходят на русский язык. И говорят лучше, чем мы на востоке Украины, потому что у них более литературный язык, правильнее. У нас суржик. Я знаю, что мы этого не увидим. И вряд ли, наверное, наши правнуки этого увидят. Я думаю, что невозможно. Самое страшное то, что режим режимом, ну, россияне поддерживают эту войну. Русские люди поддерживают войну. Это видно по комментариям, это видно по их реакциям. Вот это самое страшное. Промыли настолько мозг людей, что они верят в то, что надо кого-то убивать. И считают это священным долгом. Свободолюбие, наверное, самая такая вот основная вещь, которая отличает украинцев от русских. Украинец готов умереть за свободу. В разных пониманиях этого слова. Русский человек больше привык, наверное, быть под царем-батюшкой. Сверху ударили, все переживем. Но кто-то вот есть. Украинцы свободные люди. Сверху ударили, все переживем. Продолжение следует... Продолжение следует...